Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородя. И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего опушина, ибо много званых, а мало избранных. Удивительный текст или притча Иисуса Христа. Очень удивительное. Здесь написано, он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и звал многих». Ужин – это не завтрак, это не обед. Что можно как бы говорить, что я уже запланировал свой день на сегодня. Или я не пойду, потому что жарко в обед. На ужин. Перед ночью. Перед ночью. Пойти поужинать. Покушать шашлыки, возможно, салат, картошку. Вы понимаете? Отдыхать и кушать. Он не позвал их на работу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. Это было заранее. Он их предупредил об этом заранее. Я приготовлю ужин. Будьте готовы. Дальше что? Когда уже все приготовили, мясо наготовили, шашлыки. По-американски, я думаю, все было. Потому что хозяин был богатый. Он там не скупился. А почему не всех пригласил, а многих? Теперь давайте посмотрим на категорию тех людей, кого он пригласил. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым. Он сперва их предупредил, позвал, а потом говорит, ждите через, может, день, два, я это буду делать пир, праздник, ужин. Приходите кушать. Мой раб сообщит вам, будьте готовы. И когда наступило время ужина, она послала раба своего сказать званым. Идите, ибо все уже готово. И начали все, как бы, сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Извинился. Это значит, ну ладно, забудем, простим. Он извинился, он не может. Он купил землю, и идет посмотреть землю. Вы, наверное, тоже покупали землю. Или там, или здесь. Или государство вам там давало в Союзе. А здесь в Америке нужно вот все купить. И кто покупал, не посмотря землю. Может быть такое или нет. Вот Галя не верит. Она говорит, нет, такого не бывает. Я, говорит, не верю. Я тоже не верю. Почему? Землю. Это может быть гора. Это может быть лес. Это может быть камыши. Это может быть болото. Или солончаки. Или копнешь на штык на два, там, под низом вода. Вы понимаете? Это земля. Все может быть. И не посмотрев ее, что ты будешь с ней делать. И уже купил, заплатил, отдал деньги. А теперь иду посмотреть. Уже денег нету. Уже все заплачено. Вы можете поверить в это? И с какой целью он ее покупал? Ну вот купил с какой-то целью. Там может быть лес, заросли. Или болото. Камыши. Или камни. Нельзя там не копнуть. Ничего. С какой-то целью купил эту землю. Что идешь сейчас посмотреть. Нужно идти на ужин. Поужинать. У тебя уже денег нету. Заплатил за землю. И на ужин не пошел. А идет посмотреть землю. Но он перед этим извинился. Это значит, что вы. Люди могли хоть поверить в это. Но я тоже в это не верю. Что он купил, заплатил и не смотрел. Я в это не верю. Сейчас никто и раньше, никто деньги не давал, пока не посмотрит. Что говорит второй. И начали все как бы изговорившись извиняться. Первый сказал ему. Я купил землю. И мне нужно пойти. Пойти и посмотреть ее. Прошу тебя. Извини меня. Другой сказал. Я купил пять пар валов. И иду испытать их. Прошу тебя. Извини меня. Культурные люди. Извиняются все. Там ждет ужин. Наготовили. Работать не надо. Нужно покушать. Отдохнуть. И идти спать. Потому что это было перед ночью. А он извиняется. Я купил пять пар валов. Сегодня тоже люди покупают. И землю. И машины. Это бизнес. Это работа. Но с какой целью. Он купил валов. И идет испытать их. Вы знаете. Я вылез в Киргизии. И у нас там у некоторых людей было по многу баран. Овец. 80-70-100 овец. И опытные хозяева весной проверяют у овец зубы. Если зубы плохие. Они их на базар и продают быстрее. При покупке или перед продажей. Овец с хорошими зубами никогда хозяин не продавал. Оставлял себе. А если зубов уже нету. Она мало ест. Она не может есть. Она может заболеть. Это уже в будущем. Это больная овца. От нее нужно избавиться. И хозяева вот таких вот. Овец продавали на базаре. Сразу вывозили. Или в первую очередь. А он купил пять пар валов. И сейчас идет испытать их. Важная причина. Это он так думает. Но когда ты их покупал. Ты же посмотрел. Худое оно. Может быть оно подхрамывает. Может быть оно вольное. Валы. Может быть они даже вот повозку не потянут. А уже купил. Пять пар валов. Я так думаю. Как это похоже на сегодняшнее время. Все люди заняты. Кто дома. Кто землю. Кто машины. Это те же самые валы. Просто вот раньше не было вот машин. И мы видим, что это люди все зажиточные. Или имеющие достаток. И теперь посмотрим на третью категорию людей. Дрекис сказал. Я женился. И поэтому не могу прийти. Я женился. И поэтому не могу прийти. Тоже важна причина. Тебя же не зовут работать. Не зовут на работу. А зовут поужинать. Отпраздновать. Или уважить хозяина. А он говорит. Я женился. Поэтому не могу прийти. Бери жену. И иди на праздник. Иди на ужин. Бери жену. И иди. Вдвоем. У этих людей. У перечисленных. Возможно. Было все. И жены. И дети. И деньги. И имущество. Хоть какое-то. Но может быть было. Что они покупали волос. Поля были. Вот кто-то поле купил. Вот кто-то женился. И планирую дальше жить. Но что мы видим дальше? Что говорит хозяин? Трекис сказал. Я женился. И потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Пойди скорее по улицам и переулкам города. И приведи сюда. И приведи сюда. Давайте теперь будем наблюдать. Кого? Каких людей? В нищих. У вечных. Хромых. И слепых. Иди в дом престарелых. По-нашему. По-американски. Там больные люди на колясках. Не могут ходить. И их сюда приведи. Слепые. Инвалиды. Который не может не жениться. Тот женился. Не может прийти. Поэтому веди всех одиноких. Или инвалидов. У кого нет семьи. У кого нет валов. У кого нет земли. У кого нет жены. Иди вот таких людей. Приведи сюда. На костылях. На колясках. Из дома престарелых. Тут написано по-другому. Иди по городам. По улицам. И возвратившись раб. Тот донес об этом господину своему. Тогда разгневавшись. Хозяин дома сказал ему. Рабу своему. Пойди скорее по улицам. И переулкам города. И приведи сюда. Нищих. Увечных. Хромых. И слепых. Кому эти люди нужны. Первоначально хозяин их не пригласил. А пригласил тех кто имеют хоть что-то. А этих не пригласил. Те отказались. Тогда он говорит. Иди собери этих позови. И что он сделал. И сказал раб. Раб. Господин. Исполнено. Как приказал ты. И еще есть место. Господин сказал рабу. Пойди по дорогам и изгородям. И убеди прийти. Чтобы наполнился дом мой. Господин сказал рабу. Пойди за всех. Но не все избрали его. Путь за Иисусом Христом. Это от чего-то отказаться. От чего-то воздержаться. И чего-то уже не делать. Работать над собой. И самая большая победа. Это победа над собой. И здесь написано. Хозяин говорит. Ибо сказываю вам. Что никто из тех званых не вкусит моего ужина. Ибо много званых, а мало избранных. Мало кто избрал Иисуса Христа. Все избрали этот мир. Все, что видит, покупает. И у него голова занята только этим, что он видит. Но мы видим, что то, что невидимое, то вечное. А то, что видимое, то все временное. И в Откровении так написано. В Откровении 3 глава 20 стих. Здесь так написано. Откровение 3 глава 20 стих. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной. И буду вечерить с ним и он со мной. Опять. Речь идет не о завтраке, не обеде, а об ужине. Вечерить. Общаться. Разговаривать. Или изливать друг другу нужды. Изливать друг другу душевные переживания. Сегодня Иисус Христос хочет иметь с каждой душой вот такие тесные общения. Вечерить. Беседовать. Тут не идет речь о физической пище. Ну, это само собой. Но больше о душевной или о духовной пище. И как это важно. И я приведу такой пример. Собрались ехать в Миннеаполис. И моя дочка Ира взяла на всю семью билеты на самолет. И зашли в самолет. Уже сели. Полный самолет. Все места заняты. А одно место не занято, свободное. И заходит главный диспетчер, который отправляет самолеты с билетом. И говорит, называет, там же по именам билеты, Павел. Но Павел. Павел не успел на самолет. Он говорит, оплочено. Билет есть, человека нет. И все оплочено, говорит диспетчер. И самолет сейчас будет уже лететь. Он думал, что он, может быть, как-то без диспетчера зашел. Или без отметки зашел на свое место. Место свободное. Сегодня Иисус Христос тоже говорит. Заплочено. Я дал за вас жизнь. За каждого отдал жизнь. Оплочено. Жизнь вечная твоя оплочена. А из-за того, что человек не может прийти, занята голова его, или пьянкой, или наркотиками. Оплочено все. Я так посмотрел. Молодежь знает язык и не хотят работать. Или пьют, или наркоманят. Это беда. Это беда. А Иисус говорит, все оплочено. Я так думаю, ну хорошо, это на автобус можно опоздать. На поезд можно опоздать. На самолет. А в рай. А в рай. Оплочено. И ты не пришел. На перекличку ты там не явился. И попадешь в вечный ад. И я сразу вспомнил эпизод из жизни Иисуса Христа. Когда Он идет на Голгофу. И к нему подходит Иуда. И целует его. А Иисус говорит, не целованием ли предаешь? То, что намереваешься делать, делай быстрее. И, понимаете, у нас сразу мысли. Господи, это любовь. Это сама любовь. И говорит ему, делай. То, что намереваешься делать, делай быстрее. Он ему не стал сейчас обличать, наставлять, делать замечания. Он бы мог его похлопать по плечу. Брат Иуда, зачем ты так делаешь? Ты сейчас после этого пойдешь повеситься. Потом, вечно будешь в аду гореть. Он же ему так не сказал. Написано в Библии, и времени уже не будет. Времени на обличение, на покаяние для таких людей уже не будет. Какая любовь Божия. Какая милость Божия. Поэтому дал бы Бог, чтобы мы и наши дети при жизни нашли путь к Иисусу Христу. Пускай поможет нам всем в этом Бог. Давайте помолимся. Аминь.